Ты понимаешь, очень хочется в это верить, но, честно тебе скажу, не очень много внешних признаков того, что таким образом происходит. При том, что сейчас действительно шансов, например, на победу у Трампа достаточно много, но каких-то интенсивных контактов я не вижу, чтобы здесь осуществлялось. И мне кажется, что это большие серьезные риски для Украины в самом ближайшем будущем. И заканчивая еще просто тем, что в тех же самых Соединенных Штатах все постоянно задают вопросы, какие могут быть в принципе сценарии мира, как может закончиться война, чем может сердце успокоиться, на что Украина может пойти, но что она не может пойти, а что вообще является желательным сценарием. А каким образом, если будет какой-то временный сценарий, то что дальше будет происходить с точки зрения системы безопасности в Европе. И вот здесь вот ответов нету от слова совсем, и это, честно говоря, угарит. Ну, первое. Внешние формы переговоров. Они не обязательно должны быть. Переговоры могут идти, и разговоры могут идти за закрытыми дверями не для прессы, не для любых лиц, которые даже этим интересуются. Я думаю, что, с другой стороны, Трамп не хочет разговаривать с сегодняшним руководством Украины, иначе бы он уже давно и приехал бы сюда, посмотрел бы, как здесь и так далее. Но, с его стороны, желания к контактам я не вижу с украинским руководством. Что касается опять-таки мира, мы все время, вот каждый день, поверь мне, сколько встреч я провожу, сколько разговоров с разными людьми, от самых до простых. Вопрос один. Когда будет мир? Когда закончится война? И чем закончится война? Поверь, в Украине нет одного вопроса, вот когда закончится война. Есть вопрос, когда и чем она закончится. Нам не безразлично это. То есть, нет такого, что, боже, уже черт с ним, как будет, только остановить бы все это. Нет-нет, так вопрос не стоит. Мы хотим справедливого мира. У русских проблемы. Я это точно знаю. И они это знают. И Запад это знает. Поэтому Путин так и активизировался. А он активизировался, мы это видим. Он об этом говорит постоянно. Если ты уверен в себе, если ты побеждаешь, если у тебя огромный ресурс, и военный, и финансовый, и человеческий ресурс, о каких переговорах речь? Я помню его наглую рожу противную, когда он нападал, когда он Мариуполь забирал. Я все это помню. И люди помнят. Наглая, уверенная такая чекистская рожа. А сейчас нет. Сейчас он на мире говорит о переговорах. Это нет хорошей жизни. Нет хорошей. Поэтому я думаю, что впереди интересное событие по-любому. Скажи, в контексте этих интересных событий, что ты знаешь? Как в офисе президента, в Абакуэльской элите, оценили итоги саммита мира? Потому что мнения есть совершенно противоположные. Кто-то говорит, смотрите, как здорово, что собралось такое количество стран. Кто-то говорит, что это все было нужно только для Андрея Ивановича Ермака, который стал в центре фотографии. И вот он показал о том, что он и стал значимой фигурой международной политики, проводя этот саммит. А кто-то говорит, что это вообще был провал, потому что Украина пожертвовала радикальностью формулировок, четкостью поддержки формулы мира в целом, на то, чтобы поддержать только три элемента этой самой формулы мира во имя вот этой самой высокой явки на этот самый саммит. Что ты слышал и какая твоя оценка итогов этого саммита? Мое мнение, то, что столько государств съехались на саммит мира, это большая победа Украины. То, что столько лидеров лучших, самых передовых, технологичных и прогрессивных стран мира лично приехали, это большая победа Украины. Ну, было бы наивным ожидать, вот все съехались, решили, как прекратить войну, и на этом все закончилось. Но такие форумы, они приближают окончательную победу Украины. Поэтому как шаг к достижению большой цели, это прекрасно, на мой взгляд. Ну, я с тобой здесь согласен, поэтому съезд народных депутатов решил присоединиться к итоговому коммунике и поддержать формулу мира Зеленского в целом. И я считаю, что переводить вот такие большие геополитические события на какие-то личные разборки, это абсолютно неправильно. Я все считаю, что это для Украины шаг вперед. Это только вопрос, как теперь его использовать для того, чтобы действительно этого мира достичь на нужных для Украины условиях. Субтитры сделал DimaTorzok